Эта неделя была богата на креативные новости и не очень. На хорошие и те, что нас удивили. И вот о чем поговорим сегодня. Аллергия на цветы, история о том, как букет роз может стоить место налоговика. Громкий скандал в Шимкенте получил свое продолжение. Маркетинг по-казахски, жестокий и беспощадный. Бывшие рестораны Макдональдса получили новое название. Было кладбище, стал детский лагерь. Как на юге страны чудят и вытворяют ответственные за землю. Салим Достар, с вами Тимиргали Ахат. Поговорим сегодня об этом и не только. Начнем с самой трагичной новости этой недели. В шахте Карагандинской области погибли горняки. ЧП случилось в четверг. Загорелась конвейерная лента и большинство горняков смогли сами подняться на поверхность. Но есть и погибшие. Шахта эта принадлежит компании Арселор Митл Тимиртау. И гибнут тут шахтеры не первый раз. Последнее крупное ЧАЭС случилось в ноябре прошлого года. Тогда на шахте имени Ленина пятеро человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Еще двое получили отравление парами газа. Всего за годы работы Арселор Митл Тимиртау, которая входит в империю инвестора Лакшми Митлла в Казахстане погибли около ста человек. Арселор Митл Тимиртау на стране это не только шахты. Это и металлургические, и горнообогатительные комбинаты, угольные шахты, рудники, электростанции. То есть сотни и миллионы долларов прибыли. При этом, по некоторым данным, износ основного оборудования на угольных предприятиях составляет свыше 50%. Президент уже поставил вопрос о будущем инвестора Лакшми Митлла в Казахстане. Для этого Касым Жомар Токаев поручил правительству провести переговоры с иностранной компанией. Как сообщили в Аккорде, продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих обязательств с соответствующими последствиями для пребывания на казахстанском рынке. То есть, если все нарушения подтвердятся в реальности, то Митлла попросят из нашей страны. Думаю, что это будет справедливо. На изъятые у коррупционеров средства в нашей стране профинансировано строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест. В них дети будут учиться в две смены. Так, новые учебные заведения появятся в регионах, а также в Астане, Алматы и Шенкенте. Почему это хорошо? Потому что мы, казахстанцы, впервые увидим, что деньги, украденные одними, не будут украдены другими. Надеюсь, что совесть у строителей новых школ будет, и все до копейки потратят именно на возведение учебного заведения, а не уведут налево. А вот почему плохо? Потому что я представляю, в каких масштабах у нас в стране воровали. А может и сейчас не представляю до конца. Оценить масштабы как раз позволяет вот такой возврат средств теми, кто годами и десятилетиями выводил бюджетные средства из Казахстана. В стране был создан фонд поддержки инфраструктуры образования. Туда и поступают наворованные деньги. В целом, с момента образования в декабре прошлого года в фонд поступило уже около 152 миллиардов тенге. А вообще, как мне кажется, надо не только озвучивать суммы, сколько вернули, на что потом потратили, но и озвучить именно тех, кто воровал. Что за ненужная скромность? Мы имеем полное право знать, кто же обкрадывал народ Казахстана. Я бы вообще таблички на зданиях школ делал, что, мол, вот это учебное заведение построено за счет средств коррупционера условного капитана Капитановича, который потом был пойман, наказан и заставлен вернуть украденное. И дети видят, что воровать это стыдно, и тому, кто воровал, позор. Хотя, может, о чем это я? Ведь репутация у нас в стране давно стала дешевле денег. И вот вам, Пруф, цветочная история из Шимкента. На этой неделе стало известно, что один из вот этих самых героев видео из Шимкента, налоговик Даниэр Ельконде, уволился. Вот он на видео за самым скандальным любителем халявных букетов страны, экс-участковым, который, по идее, призван защищать людей от грабежей и насилия. А может, это был его план такой? Тактический ход, скажем так. Есть же выражение, авторство которого приписывают Суворову. Не можешь победить врага, возглавь его. Вот бывший сотрудник управления полиции Каратовского района Шимкента и боролся, как мог, не жалея живота своего, в прямом и переносном смысле. Представьте, сколько пива в него влезет. Ну ладно, это личное дело каждого, пить или не пить, а если пить, то как потом себя вести? Но один потянул за собой другого. Сначала заместитель руководителя управления госдоходов по Янбекшинскому району Туркестанской области Даниэр Ельконде получил строгий выговор, но после резонанса в социальных сетях налоговик решил уволиться. Ну, как говорится, их хорошо. А вот что совсем хорошо, так это название новых ресторанов старого Макдональдса. Такие вывески появились на зданиях, которые раньше просто звали клиента надписью «Мол, мы открыты», даже если они не открыты. Но ребрендинг на этом не закончился, а владелец франшизы компания Food Solution KZ, похоже, не стала париться с названиями и дальше. Теперь рестораны называются в честь управляющих. У каждого пункта питания он свой. Один из Макдональдс называется Мен Мадьярман. Другие точки тоже получили свои имена. Теперь их зовут Юлия, Арай, Александр, Айгерим и Асель. И ни одного Тимиргали, представьте себе. А вообще идея, конечно, хорошая. Я бы и над названиями других учреждений предложил бы подумать. Например, вот налоговое и лицо. Оставь надежду всяк сюда входящий. Министерство просвещения. Тут потерялась логика. А над акиматами повесил бы вот какую табличку. Любят требовать ненужные бумажки и собирать макулатуру. Но чтобы каждый, кто идет в то или иное заведение, уже был морально готов к тому, что его там ждет. Ну вообще такую любовь к переименованию можно сделать национальным брендом нашей страны. Приезжает человек в Астану, а она и хопа, ну султан. А потом через три года опять раз и Астана. Вообще мы можем аукционы проводить по идее. И право переименования Макдональдса в честной финансовой борьбе одержал неизвестный поклонник Казахстана и попросил один из ресторанов назвать именем любимой жены. Тогда мы туризм не только разовьем, но и максимально все сферы жизни монетизируем. Тем более, как заявили в Министерстве культуры и спорта, число туристов в Казахстане за первый квартал 2023 года выросло почти в два с половиной раза. Чиновники даже посчитали, сколько средств приносит в среднем стране каждый из приезжающих. По данным Национального банка, один турист из дальнего зарубежья, посетивший Казахстан, в среднем приносит доход в размере 1500 долларов США. Каждый иностранный турист создает рабочих места. В прошлом году страну посетили около 1 миллиона иностранных туристов. В результате был зафиксирован рекордный результат по налогам от туристской деятельности в размере 389 миллиардов тенге. Места размещения в стране заработали 183 миллиарда тенге. Рекорд по продолжительности пребывания в Казахстане держат граждане Узбекистана, в среднем проводя он на стране 10 дней. Российские туристы в сравнении остаются в Казахстане в среднем на 6 дней. Белорусы на 5, немцы на 4, а время пребывания китайцев составляет 3,5 дня. Представьте, приезжают туристы к нам, просят, мол, покажите самую красивую точку, где природа шикарная, где воздух чистый и свежий, а мы им вот это вот. Этот ролик в тикток залила тревел-блогер. Она написала «Плато Асы, жемчужина Казахстана. Но какой толк в ваших турах, если эти места содержатся как свинарник? Хоть бы ездили убираться в будни. Общими усилиями, что ли, поставили несколько общественных туалетов? Туда вывозится огромное количество людей в выходные, там по тысяче-полторы тысячи человек собирается. Неужели нельзя собраться и решить вот эти вот насущные вопросы? И как можно так относиться к своим работникам? Одного гида поставить на 75-100 человек? Это уже обращение к туроператору. В погоду, которую за неделю предсказали как опасную для нахождения в горах, при ЧС эти студенты спрятались по норкам, не желая решать вопрос. Я их отлично понимаю. Но самое смешное, знаете что? Что только после поста в тиктоке мусор убрали. В Акимате региона заявили, что был организован масштабный тур. Это, мол, и привело к загрязнению природы. А уже 15 августа в целях уборки мусора, оставленного туристами, Акиматом Янбекши Казахского района совместно с представителями государственного национального парка Илья-Алатау в количестве 43 человек, проведен субботник. В итоге вывезли 28 тонн мусора и вся территория очищена. Итак, внимание! Вот что надо сделать. Приглашаем разных блогеров, которые будут приезжать в Казахстан, находить грязные места и писать об этом в своих соцсетях. Иначе, похоже, никак этот мусор не уберешь. А для тех, кто не знает, о каком месте идет речь, вот оно. Плато Ассы находится на территории национального Илья-Алатауского парка в 100 километрах к востоку от Алматы. Это огромная долина на высоте 2100-2800 метров над уровнем моря. Это уникальное и красивейшее место Казахстана. И очень жаль, если мы уничтожим его. И наши дети, и внуки такую красоту и не увидят. Поэтому у меня обращение еще и ко всем казахстанцам. Сохранить все это в наших руках. Давайте хотя бы начнем с уборки мусора за собой. Выехали на природу, после себя соберите в мешки. Если нет рядом бака для мусора, а понятно, что в горах его никто и не поставит, увезите этот мусор с собой. Выкиньте там, где эти баки установлены. Ну и напоследок новость, которая меня поразила. Хотя иногда думаю, нет, ну что еще меня может удивить. Уже каких только новостей мы не читали. А нет. Есть еще запас неиссякаемого неразумия. В Туркестанской области сельчане не могут похоронить своих родных из-за того, что кладбище находится на территории детского лагеря. Речь идет о погосте с трехлетней истории. Он почему-то оказался окружен зонами отдыха, как взрослыми, так и детскими. В итоге люди рассказывают, что не могут спокойно пройти к могилам усопших. Коран элементарно почитать. Теперь, чтобы прочитать суры или провести погребение, людям приходится часами стоять перед воротами и просить у дирекции лагеря разрешения. А попав на территорию, получите еще больший шок, когда видят, что между надгробных плит угуляют дети или выпивают взрослые. Возмущенные таким положением, сельчане не раз обращались к чиновникам. Те признают, их предшественники совершили большую ошибку, но эти люди в Акимате по традиции уже не работают. А значит, спросить даже не с кого. В Зимкоме уже заявили, что знают, как исправить ситуацию, но когда кладбище все-таки отделят от зон отдыха, никто сказать пока не может. По словам специалиста отдела земельных отношений Тулебийского района Туркестанской области, их ведомство несколько раз писало письма в Министерство просвещения и Министерство финансов о том, что нужно вернуть землю в районный фонд. Теперь решение вопроса зависит от них. Они должны совместно решить этот вопрос. После нужно будет сделать для кладбища отдельный госакт и проблема будет решена, надеюсь. А мне вот интересно, вот эти вот люди, когда вот такое беззаконие творили, видели, что делают? У них что, родственники не умирают? Они Коран не читают? Это что за глумление над памятью тех, кого уже нет? Я представляю, как это все угнетает тех, чьи родные люди покоятся на этой земле. В общем, опять же, из серии делают они, а стыдно всем нам. Испанский стыд какой-то. Друзья, а вы пишите в комментариях, о чем хотите поговорить. Знаете, мы всегда тут, прямо по Кунаево. На эту площадку мы согласились прийти на условие отсутствия цензуры и вмешательства в нашу работу, иначе вообще не имеет смысла что-нибудь говорить. Ведь замалчивание проблемы – это не значит их отсутствие. До скорого.